Доброе утро! У нас уже обед, уже после обеда. Вышло, думала, скажу, а ветер сильный. Да, можно было и плащик одеть, потому что не жарко вообще. Я-то думала, я по-быстренькому. Я иду в теплицу. Рубануть, как вы думаете, кого? Утку, селезнь. Я все откладывала, откладывала этот момент. Я еще когда-то говорила, что я собиралась. Я так и не рубанула. Сюда стану от ветра. Потому что я не могу себя заставить щипать. Раньше как-то быстро пошла. Возраст, наверное, сказывается. Я женщина в возрасте. Прям не могу вообще. Когда еще собиралась у меня два лишних селезня? То есть у меня получается там, наверное, я оставляю четыре, по-моему, уточки. И пока еще два селезня. То есть два-то не нужны, но пока на всякий случай, наверное. А тут сейчас поближе к лету уже. А куда уже? Уже можно и рубить. Короче, надо одного, естественно, селезня оставлять. Вот, но пока у меня два лишних. И то я за один раз не буду сейчас этих два, двоих, два, два, двоих этих рубить. Да ну! Не, зарубить я могу и десять. Оно от меня не убудет. Ну вот щипать это уже прям... Я когда начинаю щипать уток, мне саму себя становится жалко. Прям вот очень жалко. Но я нашла, как выйти из ситуации. У меня там сидели мараны и ликбары молодые. И у меня осталось два марана. Курты я пересадила. Они уже несутся вовсю, но без петуха. А вот остались эти молодые, ну, хорошие племенные. Два петуха, два марана и один ликбар. И из двоих маранов я одного рубану. Тоже мне зачем два? Так что, одного селезня нам мало, но второго я не буду. Не буду вообще, не хочу. И поэтому рубану я одного селезня и одного петуха. А завтра я поеду к маме, сегодня замариную и на духовочку. Милаха звонит, сейчас поговорю. Я еще, у меня каждая... Как раз я сегодня заикаюсь еще. Обострение прям каждой весной. Я дико хочу спать. Прям весной вот этот вот переход... Ну, это понятно, что нехватка витамина, она у меня есть. Б подняла, Б12 нормально подняла. Можно, конечно, еще. Нужно сдать как раз тоже. Можно еще поднять. Обязательно. Нужно железо. Ферритин, общий анализ. Б12. Фолиевая кислота, потому что без этих Б12 и без фолиевой не усваивается ферритин. Ферритин, Д у меня тоже нет. Я знаю. Вот только и не пишите, что солнышко сейчас будет или на море надо. Это все полная ерунда. Когда жесткие дефициты, никакое солнышко не поможет, никакая еда не поможет. Здесь надо медикаментозно. Потому что есть просто нехватка витаминок, которым можно пропить витаминки. Вообще люди, что им говорят, то они так и думают. А на солнышке. Поэтому витамин Д, ага, появится. Не появится. Это нужно контролировать анализами. Поверьте, я сдаю анализы. И просто от солнышка я жарюсь на солнышке все лето с козами. А не появится. От этого не появляется. Рубить. Пошла рубить, там эта кастрюля-то уже греется. Уже подогревается. Вот. Так что и там хорошо, я убавлю их. Но они много не едят. Чем хороши мускусные? Они не едят много. Они не жрут, как другие утки. Вот что очень хорошо. Не сказать, чтобы они мне сильно мешают. Ну, согласитесь, два селезня все-таки. Это сила, да? И убрать их стоит. Вот, видите, ребятки не мелкие. Вообще, хорош. В первую очередь я убирала черных, потому что мне черных не нужны. Я вообще хочу белых. Мускусных. Но, когда я начинаю, когда начинается сезон, да вообще в любое время. Прям вот чисто белых редко. Да, не то чтобы редко, я вообще не вижу прям чисто белых. Тем более, мне все равно, я купила бы или селезнем, белым нет. А черные, цветные, всякие вот эти коричневые полно, тьма, да? Белых нет. Ну, ладно, яйцом бы я купила, чтобы вывести. Но, опять же, нет у них ни уток, ни селезней. То есть и яйцо от цветных уток. Слушаешь? Ага. Вот. Да поэтому, не сказать, что мне хочется сильно коричневых, но черных я вообще не хочу. Черные, вот они прям такие сизые. Ой, сильный ты, сильный парень-то, а. Давай. Тебе надо. Ложи. Никак ты не хочешь голову класть, да? Вообще никак. Вообще никак. Давай. Да, пенечек нужен с этими. Сейчас как рубану, он начнет барахтаться. Кирпичиком я что-то придавливала клюв тогда. Пока я собираюсь, у меня тут телефон уже падает. Уже надоело ему долго. Давай, что-то мы с тобой никак, а? Застряли. Поставь ты голову, глянь. Сейчас вот так вот раскорячусь. Что? Фух. Показать. Угу. Показать. Если вы не просто п banker, то он и спуст speak. Показать. вот эта тварина такая аморанистая как я уже сказала я хотела мне один петух лишний он мне не нужен я хотела их вырубать но я хотела другого вот эта тварь сегодня на меня стала нападать когда я заходил еще за селезнем синяк будет до крови тут а вообще тварина я даже без всякого сожаления и он на меня стал нападать ногами все вопрос решился я думала другого вот представляете потерпел бы ты и жил и я его когда уже схватила он так со мной драться стал тут это думает он сейчас ага махаться с ним будем вот я его взяла и в теплицу уже дверь закрывала и он меня блин и он меня прям ущипнул он не то что меня долбанул клювом опросите ущипнул так больно и сейчас аж болит писать тварь вот запомните его вот все да ты думал а если он есть такой дебил он потом так и будет драться вообще ужас до крови каждый раз когда вы тебе заходить кур у меня был в том году что у меня был такой какой-то без сожалению даже можно сказать с радостью мы это делаем давай ложись дружочек ложись побежим мне написали вопрос комментариях женщина стеснялась спросить каждый раз человек городской да а зачем я пеленаю каждый раз заматываю в мешок а потому что когда я вырубаешь они не лежат спокойно они вообще не согласны с этим и особенно до того когда рубишь они может еще ложатся и лежат спокойно а вот когда ты рубанешь они начинают дрыкаться все три пыхаться они начинают вырываться крови еще хлещет а если он вырвется он еще и побежит слышали такие истории что петух там без головы бегает там по двору вот и даже когда голова отрубается у них какое-то время кровь пульсирует и он будет бегать до тех пор пока она не сольется кровь да и будет очень сильно крыльями махать и вас ударит ну петух то ладно это сильно бывает больно а если это там гусь вот селезень они очень сильные индюк они могут прям травм нанести очень серьезная выруются и вот будут вот так вот будете за ними носиться и кровища хлыщет ничего хорошего в этом нет в общем ну режут их нужно и в конус помещают или как-то зафиксировать голову вот нужно сказать да хоть сюда пенечек у нас заняты козла когда режут муж всегда рубает мясо на этом на пенечке а так бы было хорошо а может еще какой у нас есть пенечек гвоздики вот сюда вбить два гвоздика до шею раз сюда натянула и хоп вот так вот удобно мне пишут там подвешивают там в конус куда-то да и перерезать горло я вот еще до этого не дошла мне кажется это как-то но я еще не могу вот этого сделать мне кажется рвануть проще чем просто брать и перерезать горлышко я вот это просто не могу сделать ну не потому что я не умею я не понимаю ну чё тут непонятно тут все понятно когда вот именно плавно и тихонечко аккуратно ножом по горлышку я вот как-то еще не могу превозмочь себя нарубать пожалуйста хотя тоже было время когда мы жили в городе вся тряслась и то раз рубанула потом у меня психушки не буду никогда в жизни вот было всякое ну все друг а боев что было а я на выступал-то а выступал-то но надо же оси лизнь тяжелый какой